Всем добрый день, дорогие мои зрители. Я приглашаю вас в мой новый влог. Будет сегодня очень интересно, разнообразно. В начале видео хочу показать вам, какая у нас прекрасная погода. Прям ощущается, что весна идет к нам, идет она уже совсем рядом, близко. Видео выйдет 2 марта. Это календарная весна, но наша страна огромная. И большинство городов находятся в более северной части России. Ну а мы где-то посередине, и весна у нас действительно уже близко. Последние дни очень солнечно, что радует. Небо высокое, светлое. Такой воздух, знаете, я всегда ощущаю весну по прозрачности воздуха. Вот для меня он становится каким-то супер прозрачным. Ну, в общем, ждем весну. Будут новые заботы в саду. Вот тут вот все нужно на площадках выметать, выгребать, выскребать. Но для меня это приятные заботы, когда ты свой любимый дом, свой двор приводишь в порядок. Обратите внимание, что у меня еще висит зимний декор на улице. Никак я его не уберу. В ближайшие дни обязательно займусь этим, потому что уже действительно у нас весна. Солнце яркое. Бегут ручьи. Ветра нет. Днем доходит до плюс 7-8. Напишите в комментариях, какая у вас погода, какое настроение. Чувствуете ли вы, что скоро весна. К нам придет праздник 8 марта. Я обожаю этот день. В нашем регионе уже настоящая весна в эту пору. Я всегда собираю для мам, для своих близких девчонок, какие-то такие маленькие подарочки. В прошлом видео я уже вам показывала, что частично мои подарки будут состоять из продукции Фоберлик. Ну и вот еще кое-что докупила. Сейчас дополню. И подарки будут готовы. Для мамы у меня вот такой замечательный подарок. Это такой бокс очень красивой упаковки с лентой. Давайте покажу, что внутри. Здесь все замечательно продумано. И есть даже открытка. Очень красивая, нежная. Я ее подпишу. И затем вложу обратно в эту коробку. Несколько средств для красоты. Это маска увлажняющая, гидрогелевая для губ. Тканевая маска и гидрогелевый патч для век. Дальше разные вкусняшки. Ну, во-первых, это чай, таежный сбор. Здесь 40 грамм и целых 5 вариантов разных сладостей. Два вида мармелада, маршмеллоу, драже-изюм в шоколадной глазури и мармелад жевательный со вкусом манго. Ммм, вкуснятина! Прекрасный, разнообразный набор сладостей, чтобы порадовать себя в этот замечательный день. Ну и дополняет эти сладости кружка. Посмотрите, какая она милая, какая она чудесная. Она классической формы, с хорошей удобной ручкой. Белоснежная, с нежнейшим, милейшим орнаментом по верху. И надписью «Лучшая мама». Если вы хотите порадовать свою мамочку, поспешите заказать. Вы еще успеете, потому что товар приходит очень быстро. Цена в районе 1000 рублей. Если покупать все по отдельности, получится намного дороже. А здесь все продумано, все собрано в красивую упаковку подарочную. То есть вы заказали и у вас готов подарок. Я для своей мамы купила такой бокс. Я думала, что ей будет очень приятно получить такой подарок. Это будет частью подарка на 8 марта. Планируем еще купить ей вещи, обновочки к весне. Еще одна у меня покупка от Dreambox. Это коллекционный чай. Я практически каждому празднику, ну такому вот массовому, когда нужно дарить много подарков на Новый год, на 8 марта, я покупаю вот такие вот боксы с коллекциями чая, который расфасован по красивым баночкам. Конечно же, особым любителем чая, если есть у вас такие семьи, можно подарить и целую коробку, всю эту коллекцию. Но я ее сейчас разбросаю по другим подаркам. Тем более я знаю предпочтение всех моих девчонок, которые будут получать подарки, какой они чай любят. Соответственно, я такой и положу в их пакетик с подарком. Тем более здесь чай на любой вкус, где зеленый и черный листовой чай выступают как база, а в дополнение идут различные наполнители. Это душистые травы, экзотические фрукты и различные ягоды. В общем, это такой лайфхак от меня. Покупайте большие наборы с чаем в красивых баночках с разнообразными вкусами и делите их на несколько подарков. Положите в подарочный пакет 2-3 баночки разного ароматного качественного чая, какую-нибудь вкусную шоколадку или коробочку конфет. Вот и получается прекрасный, вполне себе бюджетный подарок. На бокс любимой маме и коллекция чая, конечно же, ссылку оставлю под видео в описании. Я дополняю свои подарки душистым чаем. Еще мне осталось купить по вкусной клитке шоколада. И подарки будут готовы. Мне будет очень интересно, если вы поделитесь в комментариях, порассуждаете на тему, что подарить на 8 марта маме, сестре, подруге. Ребенку, дочери своей. Это очень интересный вопрос. Возможно, мы друг у друга почерпнем какие-то интересные идеи. Делитесь. Ну, а я буду очень рада, если я кому-то из вас хоть немножко помогла, подкинула идейку, что подарить на 8 марта. К нам приходит долгожданная весна. Но март – это все-таки такой месяц, когда погода обманчивая. И очень легко заболеть простудным заболеванием. Именно сейчас я и заказала очередную баночку мази флеминга. Я думаю, что многие из вас слышали о ней. Напоминаю, что мазь флеминга можно использовать детям, беременным, взрослым, всем. Состав 100% натуральный. Мазь флеминга – это просто спасение для всей нашей семьи во время насморков. Ватной палочкой набираю порцию мази, тщательно наношу на слизистую носа. Ну, а если нос заложен в это время, то он мгновенно пробивается. Не нужно пользоваться постоянно сосудосуживающими каплями. Даже если у вас образовались корочки в носу, ни в коем случае их нельзя ковырять. Нужно смазать мазью. Они прекрасно их размягчают, и они сами уходят. Еще эту мазь я использую как противовоспалительное и противозудное средство на коже. То есть в области дерматологии. Особенно, когда укусы комаров, либо какая-то сыпь небольшая. Летом часто бывает у меня такое. Где-то повозишься в земле, в траве, в саду. И бывает какая-то сыпь. Очень хорошо помогает. Дорогие хозяюшки, если вы знаете такую мазь, применяете в своей семье, напишите отзывы. Буду очень вам благодарна. Ну, а если в вашей аптечке до сих пор еще нет такой мази, в преддверии весны, позаботьтесь об этом. Продается практически во всех аптеках. Можно купить даже на Озон. Ссылку оставлю под видео в описании. А теперь я приглашаю вас на мою кухню. Мы купили две домашние, суперароматные, красивые, пахучие, вкусные курочки. Сейчас я буду их разделывать. Всегда так делаю. Никогда в холодильник не засовываю целыми куриц. Всегда разделываю на части. Затем фасую по пакетам. И таким образом у меня все мясо поделено на порции и на разные блюда. Что-то идет на бульоны, что-то на вторые блюда. Пока разделываю куриц, расскажу вам, почему не выходили так долго видео. Я заболела. И так заболела, что пришлось даже перенести празднование юбилея моего мужа. День рождения у него 25 февраля. Планировали отмечать 24 февраля. За 4 дня до этой даты утром проснулась с ужасной болью в правой лопатке и в руке. Боль была настолько сильная и постоянная. Я в течение двух дней вообще не могла ее никакими уколами, таблетками, мазями успокоить. Затем немного стихло, но все равно руку сильно тянуло. Я просто не могла найти положение, чтобы было чуть меньше больно и неприятно. Ну, конечно же, отменили все празднования. Во-первых, я плохо себя чувствовала. Было плохое настроение, соответственно. Ну и я, конечно, бы не смогла весь объем вот этой подготовки работы выполнить. У меня одно видео с обзорами покупок было заранее подготовлено. Поэтому оно вышло в эфир. И целую неделю предыдущую новых видео не было. Сейчас все в порядке. Я выздоровела в строю. Поэтому сегодня видео влоговое. Я надеюсь, вам оно интересно. Праздник мы перенесли на неделю. То есть на 2 марта. Именно в этот день, когда и выйдет данное видео. Конечно же, все буду снимать. И следующее видео будет в меню на день рождения. Я очень надеюсь, что никто не заболеет. Ничего не случится. И праздник состоится. Я знаю, что многие из вас ждут это видео. Оно всегда интересное. Ну, потому что я обожаю готовить. Обожаю что-то экспериментировать. Всегда стараюсь придумать что-то новое, интересное. Что было красиво, разнообразно. И, конечно же, для гостей. Но в первую очередь для себя. Мне самой это интересно и важно. Ну, и, конечно же, я с удовольствием и с радостью делюсь своими какими-то находками, придумками с вами. Тем временем я уже закончила разделывать куриц. Обнаружился тут внутренний жирок. Очень такой вкусный, желтенький, ароматный. Я его порезала мелким кусочком. Упаковала в контейнеры. И отправлю в холодильник. В морозилку, вернее. Буду использовать для жареной картошечки. Также мне удалось срезать достаточно много филе. Оттуда, отсюда, понемножечку. И я делю это все филе на две порции. Пойдет на какое-то второе блюдо. Дальше у меня 4 грудки. Такие замечательные, крупные, толстенькие, мясистые. Я всегда грудки от домашних куриц откладываю для того, чтобы сделать вяленое мясо. Вяленую куриную грудку. В этом видео я покажу вам чуть позже. Потому что уже его приготовила на праздничный стол. Из домашней курицы получается очень вкусно. Дальше 4 голени отправляю в один пакет. Это тоже будет у меня какое-то второе блюдо. И все остальное мясо на косточках. Это все хребты, бедрышки. С них чуть-чуть я срезала мясо. Чтобы мне было и на другое блюдо. Вот то филе. В том числе это и от бедер. Крылышки. Это все у меня пойдет на бульоны. Потому что ни с чем не сравнимые по аромату, по вкусу, по насыщенности. Бульоны из домашней курицы. И у меня получилось достаточно много. Целых 11 наборов бульонных. Я этому очень рада. Как видите, я ничего не подписываю. Ну, по причине, что у меня 2 холодильника. Соответственно, 2 морозилки. В каждой морозилке по 3 ящика. И у меня там все разделено. Все косточки в отдельном ящике. Все косточки от разного мяса. От птицы, от мяса. В принципе, мне понятно. Итак, через пакет. Что это за косточка? Это от свинины, от говядины, баранины, либо от курицы. Филе тоже я отдельно храню. Я имею в виду грудку. А все остальное мясо на второе тоже храню еще в другом ящике. Так что без подписывания и так мне все понятно. В общей сложности 2 курицы повесили на 6 килограмм. И покупали мы по 350 рублей за килограмм. На это у меня уже подсушивается, вялится курица, грудка. Сейчас вкратце расскажу, как я это делаю. Хотя уже во многих видео делилась этим рецептом. Грудку нужно засыпать обильно солью. Ну, прямо полностью засыпать грудки солью. Выдержать в холодильнике 2 суток. В зависимости от толщины, от веса грудки. Если у вас маленькие грудки, покупные, то можно и сутки, полтора суток. Вот такие крупные грудки я выдерживаю в соли. Просаливаю двое суток. Затем промываю, выкладываю в холодную воду чистую, чтобы немного вымочить лишнюю соль, чтобы ушла. Затем обсушиваю бумажным полотенцем. И обсыпаю, обваливаю в различных специях, каких мне нравится. И все подвешиваю вот так вот на веревочке, прямо на кухонный шкаф и вялю. Тоже в зависимости по времени от величины, от толщины грудки. Вот такие грудки примерно двое суток у меня здесь висят. Храню я их в холодильнике. Предварительно заворачиваю вот в такую бумагу. Это у меня бумага для выпечки. Можно в фольгу, но мне больше нравится в бумагу. Оно медленно продолжается еще чуть-чуть завяливаться, даже лежа в холодильнике. И к празднику в отличном оно будет у меня в нужном состоянии, в нужной консистенции. Обязательно в следующем видео я вам покажу, как оно выглядит в разрезе. И в конце сегодняшнего видео я хочу вам показать еще несколько очень красивых покупок для дома. Мы относительно недавно были в Воронеже. Наверное, уже две недели прошло. Я все никак не могла отснять эти покупки, чтобы поделиться с вами. Если мы бываем в Воронеже, я стараюсь посетить магазин «Фамилия». Я его обожаю. Большинство моей сервировочной посуды именно оттуда. Многие спрашиваете. А я все обещаю вам сделать обзор моей посуды. Еще раз обещаю. В ближайшее время обязательно сделаю. Покажу вам все свои супер красивые тарелки, которые максимально часто мелькают в моих кулинарных видео. В этот раз у меня было очень мало времени, чтобы все рассмотреть. Но я прямо прямым ходом побежала в отдел посуды и декора для дома. Что я там увидела? Я увидела вот такие подсвечники. Представляете? И по супер привлекательной цене. К Новому году я покупала из этой же серии два подсвечника. Вот они в зеленых оттенках. Мне попались в чуть других оттенках. Очень красивые, хорошо перекликающиеся между собой оттенки. И цена, повторюсь, очень привлекательная. Покупала я на Валберес зеленые подсвечники. Они стоили больше, чем в два раза дороже. И еще одна покупочка декор для дома. Это вот такая рамка в серебре с такой патиной. Очень красивые формы. Такой у нее объем. Ну, я не могла пройти мимо. Хотя, конечно, не совсем она прямо бюджетная. 700 рублей. Я ее взяла, потом на место поставила. Но потом вернулась за ней и не жалею. Ну, очень она красивая. Также, будучи в фамилии, я обязательно заглядываю в раздел текстиль. Для кухни, для дома. Там очень маленькие разделы, такие отделы. Там немного товара. Его быстро можно просмотреть. Ну, по крайней мере, у нас в Воронеже. Всегда там беру прихватки и кухонные полотенчики. В этот раз мне вот такие попались прихватки. Хороший цвет, хорошая ткань. И цена за две прихватки всего 140 рублей. В общем, взяла про запас. Потому что новые повесила вот в пользование. А эти положу про запас. И взяла еще набор полотенчиков. Это вообще у меня супер расходный материал. Особенно я снимаю для вас. Всегда подстилаю под приборы, тарелки. Когда готовлюсь, делаю съемку приготовления. Поэтому у меня это вообще расходный материал. В этот раз мне попался набор полотенец от H-Concept. Наверное, кто посещает магазин фамилии, знаете, что этот бренд очень там распространен. В большом количестве представлен. У них хорошая продукция по приемлемой цене. Я надеюсь, что полотенчики тоже мне послужат хорошо. Классная расцветка. Стандартный размер. Ну, в общем, мне они понравились. Всем хозяюшкам, у кого есть доступ к магазину фамилии, от души советую забегать. Хотя бы в разделы посуды, текстиля. Можно там себе накопать, откопать и приобрести. Ну, прямо драгоценности по приемлемой цене. И последняя покупка. Это коврик в ванную комнату. Он, ну, прямо максимально бюджетный. 350 рублей. Хорошей расцветки. Мне подходит этот оттенок фиолетового, сиреневого цвета. Один из ковриков в ванной комнате. Он меня немножко потрепался. И я его увидела. Решила купить, заменить. На этом я буду заканчивать свое видео. Я надеюсь, вам оно понравилось. Вы досмотрели его до конца. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. Приглашаю вас в следующее кулинарное видео, где будет меню на день рождения. Всем пока и скоро увидимся.